Восвятая служба информации, телерадио компании «Гомель». У студии працуя Виктория Крылда. Глядите у этого выпуска. Политичная гонка распочалась. На Гомельщине протягивается сбор подписов для вылучения кандидатов у президента Беларуси. До Глеба и отказна. Кольки потребна часу, как джунгли перетворились в чистое поле. Катастрофа або фейк, який насамреч стан больницы у поселку Зябровка. А зараз обгытым и иншим больше подробностей. Сбор подписов для вылучения кандидатов у президента Беларуси проходит во всей краине. На Гомельщине инициативные группы активно працуют в городах и сельской местности. Подробностей глядите у сюжет. У Гомеля наступный этап выборчей кампании почался в форме пикетования в местах, незабороненных местовыми, выканавчими и распорядчими органами. Полнолетние граждане Республики Беларусь, которые имеют выборчее право, активно ставили подписи в поддержку особей, которые проповедуются кандидатами у президента. Надо сделать свой выбор, потому что без него нам не жить. Это нужно, это важно. Беларусь – это моя родина и это счастье, потому что она есть и я есть в ней. И поэтому я здесь. Гомельчане должны оставаться в стороне и делать правильный выбор за процветающую Беларусь. Горжусь своей родиной, своей Беларусью. Я здесь выросла, я здесь живу, я здесь работаю. Как же я могу не прийти, не отдать свой голос за одного из кандидатов? Гомельчане активно наведывали пикеты и цикавились претендентами на место керівника державы. Одним из первых поставил свой подпис у поддержку вылучения одного из кандидатов старшиня Гомельска Гагарвы Конкама Владимир Привалов. Сегодня я также призываю нашу общественность, молодежь, прийти и отдать свои голоса в пользу кандидатов, которые сегодня уже зарегистрированы в Центр-Изберкома. Ну а также прийти на выборы. Это наш гражданский долг, и мы должны его выполнить с честью и достоинством. Инициативные группы активно доучились до сбора подписов и в сельской мясцовости. Нагадаем, что выборщик мое право поставить подпису под тримку некоторых кандидатур, а не только один раз у под тримку одной и той же. Сегодня такой знаменательный день, и я с большой радостью сегодня поставила свою подпись в поддержку будущего кандидата в президенты Республики Беларусь. Я считаю, что будущий кандидат в президенты должен обладать такими качествами, как правдолюбие, доброта, трудолюбие, усердие, любовь к своей родине. Этап сбора подписов протягнется по шестой. Снежнец 2024 года уключна. Кандидату президенты выучается грамадянами Республики Беларусь при наявности не меньше за 100 тысяч подписов выборщиков. Олеся Заяц, Татьяна Пемененкова, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель». В Гомельском районе в аурочистой обстановке открыли транспортную развязку на скрыжевании трасс М8 и М10. Такие подороны к жихарам в области промерковали до дня Кострычницкой революции. У церемонии принял дел старшиня Гомельского облвыконкама Иван Крупко. Потепровод был побудован 40 лет тому. За час эксплуатации на развязцы не проводилось сурдиозных ремонтных работ. Проект был распроцован у цыковику бягучего года. Работы начались 2 мая. Дороги и путепроводы, мосты – это серьезная кровеносная система нашей экономики страны. Все эти объекты дают возможность развитию экономики. И сегодняшнее открытие путепровода – оно важное. Ну, а качество, конечно, дадут оценку водителей. У ремонта принимали у дел 4 филиалы Гомеля-Автадара. Это больше за 40 человек. Работы вялись около 6 месяцев. На протягу усягу часу реконструкции на путепроводе был организованный круговый рух, каб рабочие могли працавать по всем участку развязки одначасова. Дякующее такому рашыню ремонт завершился за перереджением графика на 3 месяцы. Здесь проводились такие работы, как замена барьерного ограждения, гидроизоляция, ремонт опор, ригелей. Все необходимые работы, которые нужны были применить при данном ремонте. Сегодня открыли, мы рады, будем продолжать работу в таком же духе. Сегодня в регионе ведутся работы на 20 мостах и путепроводах. По плане, больше за половую зеих повинно увести его эксплуатацию до конца года. До хлеба отказна. На Гомельщине до конца года плануется реконструировать миллиаративные системы на 10 тысячах гектаров. З выше 7 тысяч уже уведено в эксплуатацию. Чему у польшуков до миллиардации относены особливые и кольки потребна часу, как джунгли перетворились в чистое поле? В тонкостях осушальной справы разбиралась Татьяна Пемененкова. На этом участке в Гомельском районе свыше 200 гектаров площадь. Замец сельско-господарчих культур тут поселились хмузняки и древы. Але крыш на таких территориях никто ставить не сбирается. По кольску данного явить, але празд месяц, гэты джунгли перетворятся широкое и просторное поле. Як кажуть, гэта справа техники. Именно для того, как ураджай был на радость, президент тему миллиардации взял на особистый контроль. Для керавника державы гэтае питанье принциповое, а тому и потребованье серьезное. Рентабельность дисциплины и новые технологии. Кожный ковалок земли должен быть использован в сельско-господарчем обиходе и працевать, спустивши рукавы, недопущально. Осушать глебу можно разными способами. Например, на этом участке используется открытая осушальная сетка. Фактически специалисты створяют новый канал, куда поступают грунтовые воды. Мы сейчас видим, что вода присутствующая, а это значит, что вильгать в глебе хапает. Миллиардация – яркий приклад, коли технология играя выращальную роль. Порушили, значит, сморновали не только часы сродки, а и глебу. Самый трудоемкий процесс – это реконструкция происходит, потому что здесь больше всего работ. Здесь делается абсолютно все. То есть полностью из, скажем так, леса подготавливается, восстанавливается, площадь готовится под посевы. Все делается по проектам. У нас идет, в основном, это осушение земель. Если мы отступим от проекта, выкопаем канал, допустим, не в том месте, но земля осушаться же не будет уже. Гомельщина угоходить у топ-3 миллиарированных областей. Это значит, больше за треть аграрной продукции, у тымлику больше за полову корму, необходимых для живелого доли, вырабляется на этих землях. Говорачи простей, не глядели б мы под ноги, не было б у нас стольки ни мяса, ни молока. У нас в области 1200 гектар сельскохозяйственных земель, из них 495 тысяч – это более 42% от общей площади. И у нас есть ряд районов, у которых такая доля площадей составляет более 65%. В этом году у нас запланировано 10 тысяч гектар, на которых будут проводиться работы по реконструкции миллиардных систем. На сегодняшний день уже более 7 тысяч гектар введено в эксплуатацию. Силы и сродки у миллиардации укладенные колоссальные. Об этом неодноразово говорил Александр Лукашенко. И размова не только про осушивание болота, а в целом про культуру землеробства. Не будя парадку и дисциплины, худко угрознем в болоте без господарливости. Татьяна Пемененкова, Сергей Жиленко, телерадиокомпания «Гомель». Республиканская программа «Адин район, один проект» протягивает охопливать белорусские регионы. Основная мета инициативы – вытворчность импорта замещальной продукции и створение новых рабочих местов. Сегодня на Гомельщине реализуется больше за 30 подобных проектов. Об одном из них далее в сюжете. Выник долучения до инициативы «Адин район, один проект» Гомельского предприемства «Везаге» – будовництво нового цеха. Тут вырабляют клапаны для вентиляционного обсталявания разных форм и померов. Будинок был увиден в эксплуатации в бегущем году и працует на полную могутность. Реализация проекта дозволила преаличить доход и створить новые працовные места. Гомельский завод выходит в структуру российского вытворца климатического обсталявания. Представительство областным центром открыли, когда 18 лет тому, на реконструированных площадках радиозавода. Начинали с 20 человек в штате и одного цеха. Сегодня их тут несколько, а працовников наличивается около 700 человек. «Так как мы работаем в рыночных условиях в режиме онлайн, то цикл производства наш организован по системе ежедневного планирования и минимальных сроков производства. Наши сроки начинаются от трех дней на некоторую продукцию и заканчиваются 14 днями». Продприемства специализуются на вытворчестве клапанов, супрать пожарных, промысловых и для кондиционеров. Удень выпускают коля тысяча одинок продукции. Великая доля – спецпризначения для метро и навы для атомных станций. У планах поширения присутности на российском рынку. «Мы выпускаем очень большую номенклатуру продукции, причем работаем не только на Беларусь, и даже не столько на Беларусь, потому что где-то 97% у нас продукции идет на экспорт». Один район, один проект – особистая инициатива президента Александра Лукашенко. Программа различена на пять годов и накирована на взмацевание экономики и инвестиционного потенциала на местах. Выники реализации инициативы на Гомельщине плануют подвести уже в наступном годе. Олеся Заяц, Владислава Супруновская, Валерия Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». Те чай дах, який вось-вось упаде на людей – пах канализации и блохи. С такой скаргой на стане больницы у поселка Узябровка звернулась мясцовая жахарка до старшини Гомельского облыва Конкама. Катастрофа – это фейк, что на самом речи добывается в лечебной установе, вырешила доведаться наша здымочная группа. Развитие подеи в сюжете Ирины Драбышевской. Пах фарбы замест чаканах, а пах у канализационных стекла порадовал нас на уходе в Прибытковскую больницу. Будинок 91-го года побудовы, зрозумела, уже потребляя ремонту. Это, видать, с порога. То, что ремонт тут идёт, с порога, видать, так само. Свеже отремонтованные лестницы, стены и водостёка, але в палатах скарг нема. Стан справа, коментуют пациенты. Ходят слухи, что в палатах блохи. Это заметили? Вы знаете, нет. Никаких не блох, ни таракана. Я вот здесь, сколько мы находимся, ничего не видели. Ну да, ремонт идёт. Видите, вот всё чистенько. Вообще большое спасибо персоналу. У них просто золотые руки. Ремонт у поликлиницы и больницы пошли летость. В медустановинах это выделили сродки. С бюджету поступило больше за 60 тысяч рублей. Матресурсы увособились в бегущем ремонте калидора у палат и кабинетов. Закупили новое обсталевание, обновили харчоблок и медарсенал. Тем не менее, проблемные пытания ещё застались, не утоливая стан справа у кировництва больницы. В настоящее время существует проблема с водоотведением и канализацией. Оформляется документация по определению объёма работ, которые будут проводиться в следующем году. В последние два года мы уделяем особое внимание нашему санитарно-техническому состоянию наших учреждений, в том числе и при Бытковской больнице. Был выполнен ремонт кровли с установкой водостоков. Также проводились текущие ремонтные работы канализационных водопроводных сетей. Привлекалась спонсорская помощь. Не глядяши на ремонт, функционал ни больницы, ни поликлиники не потерпел. Установы працуют в штатном режиме. Мясцовая стоматология, допомогая пациентам справиться с карой, сама у стационара лечить проблемы больше серьёзные. Те всё умеют установить так дренно, как кажут. Протягиваем доведываться у постоянных наведывальников. Состояние больницы хочу своим медикам в первую очередь сказать спасибо. Врачам только респект. Что касаемо вообще в общем по больнице, видно, что идёт ремонт. Ремонтируется здание по чуть-чуть, не сразу, но это радует. Радует новое крыльцо, радует забота всё-таки руководство, наверное. Радует, что девочки трудятся просто, санитарочки, медсёстры. Площадь зябровских медустанов – 4000 квадратных метров. Обслуговывается тут насельництво посёлка Зябровка и ближайших районов. В целом это 3600 человек. На суперокскаргам, которые поступили в обл. конкам, ни водного, ни задовольного пациента мы не сустрели. Меж тем, проблемные зоны тут ремонтовать протягивают. В планах закончить ремонт в наступном году. Ирина Дробышевская, Валерий Гопанько, телерадуя компания «Гомель». В Минску прошла 21-я международная конференция сирот молодых навыковцев «Молодь у навуцы 2024». Свои работы представили дослежчики с больше 10 краин, сирот яких Беларусь, Россия, Казахстан, Китай и иншие. У конференции поудельничали и молодые навыковцы званы у Гомельщины. Под обязанностью в сюжете Даниила Дробатова. Вадим Шаповалов улучшает перспективы применения технологий уловливания и выкористания вуглекислого газа. Предприемства заворуживают атмосферу множеством речевов. Праца молодого ученого на Кироване на выучение технологий, которые способны отделить вуглекислый газ от остатных, чтобы иметь мягчимость его заховывать и выкористовывать с корыстью. Например, в якости палева для автомобилей. В рамках данного доклада рассказывал про вообще такую технологию, про важность ее, поскольку проблемы глобального потепления, они общечеловеческие, в том числе и Республики Беларусь, принимаются меры для того, чтобы с этим сражаться. Это как одна из дополнительных возможностей, которые могут помочь в этом деле. Соответственно, в рамках данного доклада понанализировал, какие бывают технологии и что мешает их развитию, ну и какие-то варианты, каким образом можно их внедрить и какой от них будет эффект. Еще один представитель гомельской науки – доцент кафедры алгебры и геометрии университета имя Франциска Скарыны Вячеслав Мурашка. У молодого науковца уже есть уластная портфолио. Шерох публикаций у науковых часописах у Тымлику и международных. На конференции Вячеслав разглядал один из объектов доследования алгебры – уявления об кончатковых выражальных группах. «Изучая литературу по этой теме, я натолкнулся неожиданно на работы итальянских математиков, которые связаны с данным объектом исследования. Внимательно изучив их работы, я понял, что их описание не полное данного объекта. Они нашли хорошую характеризацию, но из этой характеризации однозначно восприятие объекта не получается. Тот доклад, который я возил с собой, он подсвящен уточнению этого описания. Было более четко получено описание на основе тех методов, которые у нас на кафедре разрабатывались». Науковцы из Института полимеров уже не первый раз удельничают у этой конференции. Селета специалисты выступали с докладами у двух секциях – инженерной поверхности и инновационной материалознавства. «Конференции дают нам обмен опытом и знаниями между молодыми учеными, а это и является нашей профессиональной деятельностью. Все участники выступали с докладами на высоком научном уровне, отвечали конкретно на вопросы и владеют своими тематиками». Ярослава Ковалева покарала столицу доследованием, нацеленным на 3D-сканирование поверхних узоров, которые подвергались выпряменьванию на разным часовым промежку. В будущем, эти напрацовки могут облегчить, например, процесс створения уставной скивицы. А кроме стоматологии, 3D-сканирование используется у инженера и дизайна. Доклад Ярославы уразил. На конференции он был признан лучшим у своей секции. «Мое исследование было признано лучшим, потому что сам процесс очень интересный. Он заинтересовал несколько академиков и многих докторов, которые присутствовали на секции. Было задано очень много вопросов, на которые я успешно ответила». У рамках фестиваля науки «Унан Беларуси» была проведена выстава-конкурс «100 инноваций молодых науковцев 2024». Лепшей распроцовкой признали прибор аспиранта Института полимеров Алексея Сазанкова и его наукового керавника Сергея Шилько. Доследование – один строков до створения полимеров. Новая прилада стольна вызначить термин взносу тагот и иншого материалу. Особливо корыстная такая функция может стать у напрямка машинобудования. «Все материалы устают и происходит разрушение рано или поздно. Но вот чтобы определить, когда это произойдет, им нужны такие установки, которые определяют уставостную прочность материала. Например, здесь мы получаем количество циклов до разрушения. В результате плюс теория, мы получаем расчет по долговечности какого-то материала». Конференция «Молотюна-Вуцы» проводится уже 21-й раз. Обмерковать инновации и новые распроцовки в столицу приехало больше 600 человек. В першиню приняли удел молодые науковцы из Академии наук Монголии и Республики Татарстан. Данил Дробатов, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Омель». Тонкая нитка, совязи помеж поколениями. Жихарка везки «Великие аутюки» Мария Багданович заховывая народные традиции вышивки и обуджая интерес драмыства у молоди. А еще займается ткацтвом и уполнена. Самотканные рушники николи не выйдут из моды. Развитёй историко-культурные спадщины женщина лечит сенсом своего життя. Об тем, кто переймает народные традиции и об чем говорит символы, наш наступный сюжет. Вышивая кольки себе помнить, жартуя женщина. Бицем народилась с иголкой в руках. Природные мотивы, улюбленные элементы аутентичных работ Марии Багданович. Своим захоплением народным романством обовязана мать. С детства привучила бачить пригожая на вокал, зауважать пульс життя узвыклым. Мама ходила в попродки прасти куделю. Я маленькую праздничку тата сделала, и мне кудельку дадут. И я уже к соседцам, там уже все собирали. И нашивать так. Я училась розы нашивать, так что у меня это жить в веранде. Это первые розы я нашивала, училась нашивать. Под ее руками оживают кветки, листья, птушки. Маляуничая в образе ураживают реалистичностью и соковитостью фарбов. Вышел камастатство, якое потребует особливой увахи, скурпулезности, уседливости и специальных навыков. Дякуючи им, нарожаются уникальные работы, от яких тяжко одвести в око. Так, у Калинковицком районе аматоры Даунины отрожают национальные традиции, как взбирахчи народную спадшину наших протков и передать культурный код наш чаткам. Чтобы рисунок был более реалистичный, но, пожалуй, надо брать разные нитки и правильно их сочетать. Я больше привыкла вышивать крестом. Крестики должны ложиться в одну сторону, чтобы была красивая вышивка. Для початковцев вышивка – хобби, для вопытных заняток, что даёт силы жить. Релакс – своего рода медитация, признаются самобытные авторы из Калинковицкого района. Я сильно люблю весну, осень, лето. У меня пчёлы. Посажу градки и сажусь. И мне сильно хорошо. Вот вам по скатерке, вот вам полотенце. И внучки хочут, берут. Так только, говорит, мама, мы же твоё никуда не даем. У шкаф поглядим, на який праздник засели, и сразу хочу и назад. Это твоя память. А еще море Богдановича дрожает ткацтва, яким спродвечно займалися полишуки. У этом женщина бачит сенс своего життя. Натхнение дают матулины рушники. Их ткачиха заховывает, как самую каштовную реликвию, верить в сакральный сенс. Достает в великые святы. Традиции народного ткацтва у белорусской глибинцы не забытые. Поколь живут самобытные энтузиасты и молодь, переймая в опыт. Тонкая ниточка помеж поколениями не сгубится. Ганна Кодылова, Ганна Кусточова при поддержке первого информационного. Новая обстелеванная пляцовка для выгула собак появилась в Гумиле. Разместилась она на улице Каленникова. Розные пирожкоды, барьеры, трамплины. Объект за несколько дней стал надзвучай популярным сирот своих четырехногих гостей. Под обязанностью в наступном сюжете. Вау-эффект. Миновата, такую реакцию от людей каждый день отримливает пудельфиля. Он уже освоил новую пляцовку. Трамплины, барьеры и шмат новых пахов. Что еще требует для собачьего шасси? Господа собаки Александр Кенулах, подмячая кожный выгул, не обыходится без занятков на пляцовце. Кем ли вы собака, вучить команды за два-три разы и потом с легкостью их выконвает. Хорошо. Стойку, стойку. Давай, круть. Круть. Хорошо. Филя вельми любит выконвать команды и гулять у хованки, а его стрижка – соправдная разыночка. Грумингом займается сам Александр и, как кинолог, нагадывает усім об постоянном догляде своих годованцев. Вышел на улицу, смотрю, площадка, которую сам думал, вот бы здесь классно было площадку такую. Площадка хорошая получилась. Единственное, что разборный должен быть барьер, чтобы человек мог приучить собаку с минимальной высоты и затем поднимать, поднимать, поднимать планочку, чтобы собака приучалась. В каждом микрорайоне города вызначены места для выгула хатных живел. Але не усеянные обсталяваны. Спустить собаку с поводка або снять на мордник может быть небезопасно. Тому администрация Новобельского района распроцовала эскизный проект пляцовки для выгула собак. Выиграли съем конкурс громадянских инициатив, закупили необходимые материалы и заказали инвентар. Врешті все отрималося. Если брать микрорайон хутор, место выгула домашних животных определено в непосредственной близости от вновь построенной детской игровой площадки. Поэтому мы пришли к тому, что необходимо делать именно благоустроенную, огражденную площадку для выгула собак. Еще одна обсталяванная пляцовка для хатных годованцев разместилась на Дубравном проезде у 164 микрорайоне Гомеля. На этом спиняться не плануют. Улады плануют разглядеть обсталявание новых мест для выгула собак. Ганна Кустачова, Владислав Козлов, телерадиокампания Гомель. Рыхтой сани з лета, зимовые шины до снежня. Протпрымальные беларусы рыхтовать ауто до зимы починають загаде, не чакаючи першого снежня, гололедов и штрафов. Нахадаем, что дейючие правилы дорожного руху на весь зимовый период увели аутоаматрам обовязок изменять летние шины на зимовые. Скандинавский циклон между тем принес в Беларусь холодный моцный ветер. Месяцами пройшел уже перший снег. Як следство, у некоторых шиномонтажных майстернях заявились черги клиентов. Однако все ж немало тех, кого не пагать, заспевая зменаску. Уже надо было две недели назад начинать менять. Наши люди обычно ждут, когда снег пойдет. Держаутоинспекция нагадывая. Осенний зимовый период уносит корректевы и уповодины на дорогах. Также мы рекомендуем водителям перейти на зимний стиль вождения, соблюдать скоростной режим, выбирать правильную дистанцию впереди движущих транспортных средств, а также отказаться от рискованных маневров и перестроений, избегать резких торможений, а также быть особенно внимательны при проезде пешеходных переходов и остановочных пунктов. Повышенная отказность не только на водителях, а и на пешеходах. Супрационники ДАИ закликают стать больше прикметными на дорогах, носить на вопраце светлодбелные элементы и быть больше уважливыми, особенно в темный час суток. Комитетом Держконтролю Гомельской области выучается доступность для граждан протезования конечностей, а также забеспечения тех, кто имеет потребность в ортопедическом обудке. В метах выявления проблем комитет с 11 по 16 листопада с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонах у Гомеля 23 83 87 23 83 68 проведет горячую линию, на якою граждане могут поведомить про факт выработки неякостных протезов, проблемных питаниях, які возникают при забеспечении необходимым ортопедичным обудкам. Комитет Держконтроль утекавить в мерковании самих работников организации протезно-ортопедичных центров об наявности проблем у этой сферы и махчимых шляхах их выражения. Гэта иншая новина вы можете знать у нашем телеграм-канале, а так сама на сайте у интернете по адресі www.tevergumil.by Далее эфиры новины сетки Разбор актуальной международной повестки на пальцах Мы намалюем информационную картину дня нейросетки я ее размалюють. Сюня в выпуску Экс-президент Дональд Трамп став будущим кероняком Белого дома Советники Трампа пропонують уреглявать конфликт на Украине шляхам створения демилитаризованной зоны Глунокомандуючий УСУ Сырске рыхтуется до выводу подразделения Ускурская в области Миньямин Нетаньяху звольню министра обороны Йоава Галланта У Литве почалися международные вучыни Моцная воля 2024 А я с вами развитваюся До встречи США выбрали нового президента который может принудить Зеленского к миру на другом конце планеты к миру никак не придут Израиль меняет верхушку своего военного руководства Это новости сети Михаил Садовский Мы здесь для того чтобы при помощи нейросети и рассказать что происходит в реальном мире Экс-президент США Дональд Трамп утром 6 ноября проснулся в будущем главой Белого дома Гонка с действующим вице-президентом демократкой Камалой Харри закончилась убедительной победой республиканца спустя 4 года возвращающегося в овальный кабинет Также республиканцы взяли под контроль Сенат и имеют все шансы сохранить большинство в палате представителей Ну вот и все завершилась главная политическая история ноября если не всего года завершилась красиво завершилась с помпой завершилась элегантной победой Трампа победой которую прогнозировали как возможную что называется на тоненького на деле же получился разгром демократов причем разгром по всем фронтам параллельно с президентскими выборами проходили выборы в Конгресс представители республиканской партии в итоге лидируют на выборах в обе палаты Конгресса США об этом сообщает СНН в ходе выборов будут замещены все 435 мест в палате представителей и треть мест в Сенате по последним расчетам телеканала республиканцы обеспечили себе уже 200 мест в палате представителей обгоняя демократов которые получили 172 места в Сенате и республиканцы также гарантировали себе большинство что это значит все просто большинство в верхней палате дает республиканской партии возможность диктовать повестку дня в Вашингтоне ведущую роль в утверждении кабинета следующего президента и прочее новый Сенат сможет поддержать программу Дональда Трампа и возобновить существенную реорганизацию судебной системы с помощью консерваторов если на пальцах то у противников Трампа в политической системе США теперь нет возможности хоть как-то повлиять на его решение не получится инициировать импичмент а такие попытки были в предыдущий срок могучего Дональда не получится блокировать решения по Украине Израилю и остальным это такая абсолютная власть в руках 78-летнего политика со стажем правда не Трампом единым американский миллиардер Илон Маск и политик Роберт Кеннеди младший встретились с чиновниками которые отвечают за переход нынешней администрации к следующей на фоне подготовки к формированию нового кабинета победившего на президентских выборах Дональда Трампа об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники Эти люди стали главными выгодополучателями прошедшей президентской гонки А что Трамп а Трамп кстати обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа после избрания президентом 24 часа прошли но это уже совершенно другая история Советники 47-го президента США Дональда Трампа который должен вступить в должность в январе предлагают урегулировать конфликт на Украине путем создания демилитаризированной зоны по линии фронта пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники план также предполагает что Украина откажется от вступления в НАТО на 20 лет Вы спрашиваете есть ли план по Украине есть целых три плана хотя планы Зеленского мы в расчет брать не будем они нереалистичны интересен пункт про то что Украина не будет вступать в НАТО в течение 20 лет лучше конечно полная гарантия того что Украины в НАТО не будет никогда вопрос в том что если бы Североатлантический Альянс не тянул руки к нашим южным соседям то вероятнее всего никакой СВО и не начиналось бы парадокс в том что все страны и все стороны ищут пути урегулирования конфликта на Украине кроме самой Украины читай Зеленского Москва готова вести переговоры с Киевом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения вверительных грамот иностранными послами в Кремле Россия не только готова к переговорам но и на известном этапе в самом начале этого конфликта вела эти переговоры заявил политик по словам Путина в ходе переговора в марте 2022 года в Турции стороны выработали взаимоприемлемый договор парафированный с украинской стороны в итоге Киев отказался от подписания документа по совету извне отметил президент России все мы помним кто давал совет Зеленскому Борис Джонсон его не интересовали жизни простых украинцев его интересовала сиюминутная политическая выгода не более такая вот британская дипломатия к слову у последнего карьера с тех пор не очень складывается бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был отстранен от участия в передаче на британском телеканале Channel 4 из-за того что очень настойчиво рекламировал свои мемуары Unleashed об этом сообщила европейская версия Политико все дело в том что Борис не Зеленский товар надо уметь рекламировать пускай и реклама эта стоила сотни тысяч украинских мужчин к сожалению главнокомандующий ВСУ Сырский подготавливает общественность к выводу подразделений из Курской области заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безугуя депутат приложила к своей публикации скриншот из утреннего заявления Сырского операцию ВСУ в этом регионе он назвал работой на опережение и превентивными действиями Сразу же возникает один вопрос господину Сырскому а стоило ли закапывать столько жизней украинских солдат для того чтобы просто показать западному эстеблишменту картинку успехов на фронте а еще для того чтобы потерялизировать мирное население российского региона только за среду украинские войска потеряли более двухсот военнослужащих об этом заявляет Министерство обороны Российской Федерации согласно сводке всего за почти три месяца боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 29 тысяч 800 военных 184 танка 107 боевых машин пехоты 107 бронетранспортеров 1082 боевые бронированные машины Я напомню что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват атомной электростанции Не добившись этого вооруженные силы Украины решили что лучшим поводом для продолжения своих злодеяний будет проведение боевых действий против мирного населения и мародерства местных магазинов Заметьте что и в первом и во втором случае все действия ВСУ попадают под простое определение терроризм Вот во что вылилось 4,5 года правления Зеленского на Украине Интересно а если Владимир Александрович такие решится провести выборы в 2025 году поддержит ли его снова народ сомневаюсь А выборы проводить придется Трамп несомненно может попросить о такой услуге Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йова Галанта указав в качестве причины возникшей между ними кризис доверия сообщила канцелярия Премьера На место Галанта считавшегося одним из умеренных голосов в действующем кабинете где доминирует ультраправая Нетаньяху назначил Израиля Каца до сих пор занимавшего пост министра иностранных дел Нетаньяху Нетаньяху перемещает политические пешки так как ему одному угодно Примечательно что эта отставка случилась на фоне избрания новым президентом США Трампа который как известно всячески готов поддерживать Израиль во всех его начинаниях Между тем террор мирного населения Палестины продолжается в результате последних атак израильской армии на различные районы блокированного сектора газа погибли 16 палестинцев Как сообщили источники в сфере здравоохранения в поселке на севере Эксклава который подвергается атакам в течение последних 34 дней мишенью стал жилой дом В результате обстрела погибли 5 палестинцев множество получили ранения Еще трое палестинцев погибли в результате удара дрона по территории рынка в Джибалии Может этого хватит? В какой момент стало нормой то, что ради интереса в какой-то власти могут погибнуть десятки тысяч человек Ни в одном документе ООН мы таких норм не нашли хотя про какие мы нормы ни Таньяху ни указ даже глава Организации Объединенных Наций В Литве начались международные учения «Сильная воля-2024» которые пройдут возле границы с Беларусью сообщает пресс-служба литовской армии Отмечается, что тренировочные мероприятия органов управления и контроля состоятся в заранее определенных военных и гражданских районах Каунаса и Юго-Восточной Литвы в период с 6 по 20 ноября И снова НАТО предвигает свою военную инфраструктуру к нашим границам И снова Северо-Атлантический Альянс делает вид, что их военные практически мирные И снова генсек НАТО будет всему миру доказывать, что все действия его подопечных носят исключительно оборонительный характер Это все банальное вранье Я напомню, что основная цель учения это отработка подготовки подчиненных подразделений к планированию и проведению крупномасштабных оборонительных операций взаимодействию с союзниками по НАТО интеграции подразделений боевого обеспечения и координация взаимных действий Заметьте в формулировке снова есть слово оборонительных и снова это вранье Предлагаем как Рюте так и всему руководству НАТО при планировании своих оборонительных мероприятий обращаться к нейросетям Может быть и мир стал чуточку лучше и новостная картина дня стала более доброй С вами был Михаил Садовский Новости сети Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова